Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Очень близкий друг фортуны Олег Лешко задекларировал три выигрыша в лотерею. Как давно ему так везет? Киев через Анкару. Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза выдали Турции. Как удалось освободить политзаключенных? Копать не строить. Янтарные старатели подмыли трубу, которая подает газ в их же дома. Кому теперь жаловаться? Секс в большом городе. Сотрудники Европарламента массово жалуются на сексуальные домогательства. Кого обвиняют? Судебная тянучка. Третьи сутки. Лидеру организации украинских националистов Николаю Каханевскому избирают меру пресечения. Его, напомню, обвиняют в незаконном применении оружия. В первый день дело дошло даже до погромов в зале. Но сейчас в Святошинском райсуде спокойно. Там находится моя коллега Ирина Баглая. Она с нами на связи. Ира, добрый вечер. Расскажи, есть ли новости? Расскажи, есть ли новости? Слідчий судья вважает, что можно использовать подозрение Каханевскому, более мягкий и запобежный захід, целодобовый домашний арешт и использование электронных средств контроля в соответствии статистике 195 КПК Украины. Я не задоволен решением суду. Принайменно, это объективно. Мне не изменилось запобежный захід. Мне не выбрали запобежный захід, связанный с держанием под вартою. Апеляцию подавать будем на решение. На запобежный захід? На запобежный захід, бо я є громадским діячем. Как вы слышали, защита будет подавать апелляцию. Каханевский обидцовав, что он общественный деятель не может сутками быть в изоляции. Свою вину в этом повторил, что отрицает. И защита будет ходатайствовать о взятии на поруки или же о ночном домашнем аресте. Прокуратура о решении суда комментировать отказалась на месте. Само заседание прошло спокойно под охраной силовиков. Однако, как вы видите, сторонники Каханевского все-таки остаются под стенами суда и проводят такой импровизированный митинг. Это десяток побратимов лидера украинских националистов. Наташа. Спасибо, Ира. Это была Ирина Багла из Святошинского райсуда столицы. Там, наконец, избрали меру пресечения Николаю Каханевскому. Его отправили под круглосуточный домашний арест. Продолжается слушание и в Абалонском райсуде. Там рассматривают дело о госизмене беглого президента Януковича. Сегодня от дела отстранили госадвоката, уже второго по счету. Причина банальна. Он не защищал обвиняемого. Так решили судьи. Теперь будут искать нового юриста. Сам же отстраненный Максим Герасько заявил, что просто хотел получить больше времени для изучения материалов. Напомню, адвокатом экс-президента Виктора Януковича он стал в августе, по собственному желанию, после того, как его предшественник Виталий Мишечко взял самоотвод. А на прошлом заседании Герасько требовал прекратить процесс, пока он не согласует правовую позицию со своим клиентом. Фактически суд обвинил адвоката в пассивности, другими словами, в банальном затягивании процесса. Коллеги же Максима Герасько действия судей считают правомерными, но накажут ли при этом уже экс-адвоката Януковича, прогнозировать не берутся. Что касается ответственности адвоката, я думаю, что об этом рано говорить. В любом случае будет решать вопрос. Центр бесплатной правовой помощи устанавливает, если в поведении адвоката, в виде неизвестного пассива по нарушению. А также в случае, если это будет установлена уже и Квалификационная дисциплинарная комиссия адвокатуры, соответствующая региона, где адвокат этот адвокат, этот адвокат, этот адвокат, этот адвокат. Но, на мой взгляд, у судей были все основания и объективные причины отстранить адвоката от участия в деле. Действительно ли в действиях адвоката есть признаки дисциплинарного нарушения либо отстранения на определенный срок от работы адвоката, либо лишения адвоката свидетельства. Но я думаю, что в данной ситуации этого не произойдет. Бойцы батальона «Донбасс» не участвуют в акциях возле парламента. Об этом во время пресс-конференции заявил командир батальона ВСУ «Донбасс-Украина». По словам Вячеслава Власенко, это проплаченные тетушки. Он призвал запретить использовать атрибуты батальона в личных целях. По его словам, такие ряженые не раз были замечены в различных акциях от имени батальона. И это продолжается с 2014 года. Это тетушки, которые используются для решения бизнес-питаний, бандитских питаний. Были разные акции, где они принимали участие на челе с депутатом Верховной Ради Семенченко. Это были акции по защиту аграрии. На самом деле это все делалось за деньги, за деньги одной стороны конфликта. Фортуна, лотерея или как стать миллионером, не напрягаясь. Лидер радикалов Олег Лешко, оказывается, выиграл в лотерею. Об этом сегодня сообщило издание «Украинская правда». И повезло политику не один раз, а целых три. И в общей сложности он сорвал куш в полмиллиона гривен. Случилось это чудо в прошлом году. Но в электронной декларации проявилось только сейчас. Причем вся эта история сразу же начала напоминать детектив, поскольку проверить, задекларировал ли Лешко свою удачу или нет, было невозможно. Долгое время сайт НАПК был недоступен. В агентстве даже заговорили о возможной хакерской атаке. Все подробности этой радикальной удачи в нашем материале. Баловень судьбы, джентльмен удачи и герой спортлото 2017 как только не называли сегодня на просторах интернета лидера радикалов Олега Лешко. И причина этому изменения в декларации. Лешко, как оказалось, трижды выигрывал в лотерею. И не каких-то там 15 гривен на новый билет, а больше полумиллиона. Журналисты, бизнесмены и политики сразу же начали обсуждать это в соцсетях. Редактор «Украинской правды» Сигвиль Мусаева написала, ждет, пока политик клад отыщет. И добавила, от создателей 10 способов легализовать доходы. Журналист страны ЮЭД Денис Рафальский и вовсе подозревает, что в Верховной Раде хранится секрет выигрышей в лотерею, которой посвящают депутатов сразу после присяги. Другая журналистка Наталья Соколенко возмутилась, что подобным образом объяснять источники своего богатства можно разве что в Зимбабве. А вот нардеп Сергей Каплин назвал выигрыш Ляшко очередной декларационной аферой и добавил, что обратится по этому поводу в антикоррупционные органы. Я официально заявляю, что наша политическая сила, социалистичная партия Украины, головой которой я есть, вбачает в этом плату Ляшко за его ганебное и антинародное голосование, за медичную реформу, вбивчую пенсионную реформу и будущие голосования за бюджет, который Уряд уже внес на рассмотрение Верховной Ради Украины, которая тоже абсолютно антисоциальна. Другая, мы возвращаемся к НАБУ и НАЗК, чтобы они внимательно выучили и расследовали, каким образом государство, в особе влады, до которой Ляшко имеет непосредственное отношение, в такой аферистичный способ отмазала Ляшка от ответственности за порушения, вимог за декларирование. Сам же Ляшко заявил, что выиграл полмиллиона гривен даже не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов. И добавил, выигрыши были анонимными, однако он, как добросовестный гражданин, решил не скрывать дополнительный доход. Проверить это невозможно, ведь национальная лотерея, в которой и повезло радикалу, не имеет права разглашать информацию о выигрышах без согласия игроков. Но такая якобы честность нардепа случай единичный. Напомню, главный радикал Украины, который то и дело катается по селам и фотографируется с коровами, отдыхать предпочитает далеко от родной страны. Остров Капри, Испания, Хорватия, Австрия и Таиланд далеко не полный список мест, где Ляшко появляется без вилл в руках. По подсчетам журналистов, за последние три года лидер радикалов приобрел недвижимость и землю более чем на 20 миллионов гривен. Еще в июле в САПе против него открыли два уголовных дела за неуплату налогов и покупку элитного дома. Речь идет о шикарном имении площадью 500 квадратов в Кончезаспе стоимостью 15 миллионов гривен. Но вот откуда взял на это деньги, Ляшко объяснить не смог. По данным журналистских расследований, это далеко не единственная покупка депутата за последние два года. Как утверждают СМИ, Ляшко приобрел 13 земельных участков под Киевом, оформив их на родственников. Активы депутатской семьи пополнились и тремя квартирами по 100 квадратов в самом центре столицы, элитном доме на улице Коновальца. Стоимость этой недвижимости больше миллиона долларов. Все эти покупки радикал делал не сам, а через родственников. И в его декларации об этом ни слова. И лишь вечером в нациоагентстве по противодействию коррупции подтвердили, что Олег Ляшко действительно внес изменения в свою декларацию. Почему для этого понадобилось более пяти часов, непонятно. Тем не менее, в НАПК уже пообещали, что проверят и доходы, и расходы главного радикала. Я напомню, ранее Олег Ляшко позиционировал себя как ярый борец игромании. Он собственноручно громил в нелегальных клубах игровые автоматы, причем в нескольких регионах Украины. И делал это не единожды, практически всегда в сопровождении камер, отчитывая при этом как собственников одноруких бандитов, так и тогдашних милиционеров. Давайте вспомним, как это было. Генпрокуратура будет расследовать дело против одного из руководителей НАБУ, Андрея Калужинского. Такое решение принял Печерский районный суд, куда обратился экс-нардеп Николай Мартыненко. Политик обвинил замдиректора бюро в фальсификации расследования против себя и будет требовать, чтобы Калужинского привлекли к уголовной ответственности, но при этом опасается мести со стороны НАБУ. НАБУ майже два года фабрикует против меня справа. Еще и пиарится на этом. Я публично заявлял, что Ситник и компания понесут за это криминальную ответственность. За моей заявкой, прокуратура уже порушила криминальную справу против заступника директора НАБУ Калужинского. Я два года сказал, передайте ваше пиар ввинение к суду, но нет чего передавать. НАБУ придумывает фейки против меня. В Киеве патрульные сбили пешехода. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Неизвестно, находился ли он в момент наезда на переходе и на какой свет он переходил дорогу. Все обстоятельства сейчас выясняет прокуратура. Тем временем появились новые подробности относительно ДТП в Харькове. В прошлую среду, я напомню, пять человек погибли и шестеро получили травмы, когда Лексус вылетел на тротуар. Виновница этой аварии сейчас в СИЗО. Анализы показали следы опиатов. Все последние подробности знает Светлана Шекера. Сегодня, спустя неделю после трагедии, полиция ход расследования не комментирует. Ждут результаты экспертиз. Но в СМИ уже попали материалы дела. 18 октября Елена Зайцева была в ресторане. Судья уже обязала его работников предоставить видео с камеры наблюдения, чтобы выяснить, употребляла Зайцева спиртное или нет. В ресторане нам рассказали, в день трагедии девушка заезжала к ним дважды, была за рулем. В тот день она у нас была два раза. Приходила днем, тоже она выпила кофе, воду, съели суп с подругой и уехали. И приходили вечером, тоже они ничего не пили. До сих пор в больницах остаются все шестеро пострадавших. Оксану из Киева прооперировали. У нее сложная травма ноги. В очень тяжелом состоянии Диана Берченко. Она до сих пор в коме. В областной больнице в состоянии медикаментозного сна беременная Жанна Власенко. Родственники говорят, это был долгожданный ребенок. Она достаточно переживала, отведывала все курсы для молодых мам. Она думала очень о здоровье, термала диету специально, занималась специальными правами. Чтобы сохранить жизнь ребенка, Жанну решили оставить в состоянии медикаментозного сна. Мы отслеживаем сердцебиение плода. По этим признакам нет страдания плода. Поэтому мы надеемся на благополучный исход. В больнице и еще один участник ДТП. Водитель Фольксвагена Геннадий Дронов. На странице в Фейсбуке его адвокат разместил официальное заявление. Дронов утверждает, начал движение на зеленый. И когда выезжал на перекресток, в поле зрения Лексуса не было. Иномарка выскочила неожиданно на огромной скорости. А спаривать арест Елены Зайцевой ее адвокаты не стали, чтобы не привлекать внимание общественности. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. В МВД хотят ужесточить правила дорожного движения. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет замглавы Координационного совета по дорожному движению Владимир Караваев. По его словам, допустимую скорость в населенных пунктах предлагают снизить до 50 км в час с возможным превышением не более 5 км. Водители обяжут передавать документы в руки полицейского. Основанием для остановки может послужить банальная проверка состояния водителя. Также полиция будет вправе требовать покинуть салон авто и водителя, и пассажиров. Наказание хотят ужесточить, в частности, за превышение скорости управления авто без наличия соответствующих документов и в период лишения водительских прав, а также за создание аварийной ситуации. В проекте этого документа 17 страниц, его рассмотрит Кабмин, после чего норма появится на сайте парламента. Банду киднепперов задержали в Запорожье. В полицию поступила информация о том, что трое неизвестных в масках затолкали в багажник машины мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Полиция выследила автомобиль, похитители удерживали жертву в частном доме, и кроме них там находились еще 9 преступников. Был также изъят пистолет, и сейчас его отправили на экспертизу. И сразу четверых взяточников задержали в Днепропетровской области. Двое из них подполковники полиции. Они требовали полмиллиона гривен у местного бизнесмена. Обещали, что помогут снять арест с принадлежащей ему швейной фабрики. За деньгами послали посредника, которого взяли в центре Днепра во время получения всей суммы. Полицейских тоже задержали на рабочих местах. На взятки в почти 70 тысяч гривен попался один из представителей сельсовета. Он решал проблемы с продажей помещения и выделением земельного участка. А начальник отдела фискальной службы Днепропетровской области за 16 тысяч гривен готов был уменьшить штраф за нарушение при продаже алкоголя. Дерзкое ограбление в Черноморске под Одессой всего лишь одна минута понадобилось пятерым злоумышленникам, чтобы ограбить ювелирный отдел местного супермаркета. Они проникли туда ночью, протаранив машиной стеклянный фасад здания. Затем оторвали от пола два сейфа и погрузили их в автомобиль. По оценкам полиции, стоимость украденной ювелирки составила более 2 миллионов гривен. Правоохранители считают, что судя по тому, как технично действовали налетчики, это были профессионалы. Задержать их пока не удалось. А в Израиле на прицеле у правоохранителей премьер-министр. Против Бенемина Нетаньях уже открыты три уголовных дела. Однопартийцы, главы правительства, даже законопроект разработали о неприкосновенности премьера. Каковы шансы у этого документа пройти через парламент, разбирался Сергей Услендер. Согласно новому закону, у полиции больше не будет права допрашивать главу правительства и вести против него следственные действия. Депутаты от партии власти, которые продвигают законопроект, говорят, что иначе премьеру просто не дадут работать. Бенемина Нетаньягу за последние полгода допрашивали уже несколько раз, а полиция расследует против него сразу три уголовных дела. Авторы этого законопроекта говорят о том, что ничего нового в нем в общем-то нет. Есть прецеденты в той же Франции, например, вести расследование против действующего главы государства нельзя до истечения его полномочий. Но оппозиция протестует, говорит, что это нарушает принцип равенства перед законом, а мнения профессиональных юристов тоже разделились. Полиция не может иметь права взять и свалить главу государства или занять его время настолько, что ему будет невозможно заниматься собственно государственными делами. С другой стороны, глава государства сможет творить что хочет, любую коррупцию, любые взятки. И полиция физически не сможет расследовать это дело, пока он сидит на своей должности. А если его на второй срок переизберут? Вот именно это обстоятельство, возможность переизбираться и есть главный аргумент противников неприкосновенности. Тот же Нетаньягу в кресле премьеры сидит уже третий срок подряд, больше девяти лет. Он абсолютный рекордсмен израильской политики. Но справедливости ради надо сказать, что новый закон, если его вдруг примут, все-таки полной неприкосновенности премьеру не даст. Дела против него можно будет расследовать, но по очень серьезным основаниям. Например, коррупция, сексуальные домогательства или государственная измена. Но и то с большими оговорками и только с разрешения Генеральной прокуратуры. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Один военный ранен в зоне АТО с начала суток. Боевики не прекращают обстрелы на Донецком и Приморском направлениях. Бьют из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов возле Песок и на окраинах Авдеевки. В районе Донецкого аэропорта армейцев атакуют снайперы. Все подробности знает Руслан Смещук. Огромные воронки на дорогах, блиндажи боевиков в посадках. Армейские позиции рядом с руинами Донецкого аэропорта. Противника тут можно увидеть, что называется, невооруженным глазом. Ближайшее 260 метров. То есть это, если я правильно понимаю, дистанция эффективного автоматного аммира? Очень эффективного при умении. Пробуют подлазить. Когда был туман, лазили. Почти каждый день бойцы слышат, как на той стороне заводят бронетехнику и подвозят боеприпасы. Что это за техника? Да, гусеничная или грузовая. В основном слышно, когда ротации у них. Недавно прошла подобная ротация, рассказывает боец с позывным «Апостол». Говорит, армейцы по изменению характера в обстрелах сразу поняли, противник серьезный. Каждый вечер идут такие обстрелы незначительные, с крупнокалиберной оружией. Работают в основном они с ДШК. Сейчас сюда видно, что заехали спецпризначенцы. Ведут более такой огонь целонаправленный, профессионально действуют. Вражеская пехота опасается подходить близко. Это связано с эффективным противодействием со стороны украинских военных. Поэтому боевики сейчас активно используют снайперов. Те делают несколько выстрелов и быстро отходят. Активность есть и она и будет. Я даже могу сказать с гордостью, потому что они боятся. И здесь больше снайперов, чем стрелков и всего остального. Сейчас на Донбассе дожди, везде распутится и грязь. Поэтому диверсионные группы боевиков меньше досаждают военным. По крайней мере, на этом участке фронта. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Двоих представителей Меджлиса, осужденных в оккупированном Крыму, освободили. Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова выдали Турции. По словам Петра Порошенко, это результат договоренности с турецким лидером Раджепом Эрдоганом. Самолет с бывшими политзаключенными приземлился в Анкаре. В ближайшее время Чайгоза и Умерова переправят в Украину. По словам адвокатов, они полностью освобождены от уголовного преследования. Давление на бизнес, холодные батареи и увольнение. На заседании правительства рассмотрели сразу несколько проблемных вопросов. Кому и за что досталось сегодня, расскажет Любовь Кукла. Архо вчерашнего заседания Совета регионального развития было слышно и сегодня. Правда, в этот раз на заседании Кабмина. Премьер Владимир Гройсман еще раз напомнил. Никакого давления на бизнес в Украине быть не может. Вчера на орехи за крышевание смотрящих досталось начальнику госгеокадастра Олегу Цвяху. Его отстранили от должности моментально. Вчера я пообещал, что, как реакцию на то, что я почувствовал в зале, что я отсторонюю от работы руководителя геокадастра. Я считаю, что отсторонюю это мало. Его нужно освобождать. И поэтому сегодня я запропоную уряду освобождать его с посады. Премьер сказал, премьер сделал. Сразу же после заседания правительства журналистам сообщили, Цвяха сегодня все же уволили. Но не потерями едиными, говорили министры и о перспективах. По словам премьера, если ВВП страны вырастет хотя бы на 5%, то украинская экономика станет едва ли не самой развивающейся в Европе. Отчитался перед министрами сегодня и новый руководитель Укрзалезницы. И это, похоже, станет для него новой традицией. Гройсман предложил главному железнодорожнику с нового года ежеквартально отчитываться о реформах и проделанной работе. До конца этого года мы планируем завершить программу оновления и всего оновить 188 вагонов. На следующий год запланировано оновление до 310 вагонов, в зависимости от обеспечения финансирования. Это складывает почти одну шестую всего парка, который мы сегодня эксплуатуем. Впрочем, одних вагонов мало, парировал министр инфраструктуры Владимир Амелян. Работа у госкомпании – непочатый край. Не обошли стороной сегодня и самую жаркую, точнее холодную тему – подключение отопления. Батареи греют далеко не во всех регионах. Сегодня ответственность за вчасный начальник и в полном обществе опаленный сезон лежит на местной власти, на органах местного самовределения, на областных администрациях, на районной власти. У них есть сегодня все, чтобы запустить вчасные котельные и запустить дома. Я хотел бы понимать граждане Украины. Я думаю, что вы же понимаете, что премьер-министр не прийдет к вашему многоповерху дома, для того, чтобы проверить тепловой узел, або другие, провести работы по запуску дома. Это должен сделать коммунальную службу города, и это их ответственность. И уже сегодня поручил вице-премьер-министр Геннадию Зубков выяснить, где и почему не подано тепло в квартиру. Любовь Кукла и Владимир Самченко. Подробности. Вирус наступает. 140 тысяч человек в Украине заразились гриппом и острыми респираторными инфекциями только за минувшую неделю. Такая информация появилась на сайте Минздрава. Большинство это дети до 14 лет. Самый высокий показатель в Киевской области, самый низкий в Одесской. И продолжают ломаться копии вокруг недавно принятой парламентом медицинской реформы. Оппозиция, например, вообще настаивает на ее отмене и внедрении совершенно иного механизма финансирования. Что предлагают, узнаем от наших корреспондентов. Житомирская больница номер 2. Представители парламентской оппозиции осматривают палаты, общаются с врачами. По словам политиков, в новую медреформу заложили сразу несколько бомб. В частности, потенциально масштабную коррупцию. Ведь финансовые потоки будут в руках новой структуры, специализированного агентства. Его бюджет достигнет почти 100 миллиардов гривен, говорит лидер АПОБЛОКа. И вам нужно будет ехать в Киев и добиваться с коштом на свою лекарню в Киеве. Кому-то доповедать, доказывать что-то. То есть, это порушенный принцип децентрализации с одного боку. С другой боку, это практически прямой шлях для коррупции. Потому что, ну, приехав и в Индиве центра будет, чиновник давать или не давать. Причем в Житомирской области денег уже критически не хватает. Даже на зарплату медикам. В ноябре, признают местные чиновники, будет совсем туго. Официально по всем нашим недофинансованиям мы не отримали затвержденной субвенции, медичной субвенции 63 миллиона. Это значит, что это перекладание. Перекладание на лист. Это гарантии должна выполнить была держава. Житомирским врачам заплатили лишь половину денег в этом месяце. Как следствие, количество квалифицированных медиков в стране резко сокращается. У нас же выехало из Крыны 66 тысяч лекарей минулого года. Вы выехали, потому что незадовольные зарплаты, незадовольные умы работы. Оппозиционеры уже зарегистрировали в профильном комитете парламента два законопроекта, которые отменяют новую медреформу и предлагают кардинально иной принцип финансирования медицины. Да, реформа медицине нужна. 75% населения края не задовольны качеством медичных послуг. И это понятно, что нужно изменять медицину. Но наша фракция пропонувала страховую медицину в классическом выгляде, которому она принята в всем свете. Есть страховая компания, за пенсионера сплачивает держава, за работника сплачивает работодавица. А вот реформа нынешняя приведет лишь к тому, что для многих украинцев лечение станет недоступным. Ведь фактически государство ввело платную медицину, утверждают оппозиционеры. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности и телеканал Интер. В Одессе может закрыться единственная детская школа гимнастики. Городские власти отказываются ремонтировать помещение, которое арендуют у Министерства обороны. Кто довел зал до аварийного состояния и на что готовы родители, чтобы дать детям возможность заниматься спортом, расскажет Андрей Анастасов. В этом зале в центре Одессы гимнастикой занимаются 300 детей. Прохудившаяся крыша, облупленные стены, а в прошлом месяце еще и отключили электричество из-за неисправной проводки. 13-летняя Ульяна теперь спешит засветло выполнить упражнения на бревне и брусьях, ведь вскоре и получать кандидатов в мастера спорта. Чтобы не в темноте прямо делать, а к робатику еще прыгнуть можно, там дорожка получается как-то пройти. А вот брусья если промажешь, то не очень будет. Гимнастический зал принадлежит Министерству обороны. В свое время военные сдали его в аренду городским властям, но на днях те заявили, с 1 декабря расторгают договор. И школа не то чтобы закрывается, но по крайней мере здесь занятия проводиться уже не будут. Причина – помещение в аварийном состоянии. Военные говорят, у них нет финансирования, а гороуправление пишет, что нет целевое вложение средств. Мы в такой ситуации, к сожалению, круговая порука. В Минобороны нам ответили, согласно договору аренды проводить капитальный ремонт зала обязаны одесские власти. Но в горсовете начальник профильного управления этот пункт соглашения даже комментировать не хочет. Дескать, скорее всего это некое недоразумение. И настаивает, ремонтировать здание не имеют права. Потому что есть бюджетная законодательность. Поменять проводку на 100 тысяч, что предусматривает проектно-смехтные работы и, соответственно, является капитальными выдатками, мы не можем. Возможное выселение гимнастов на улицу вызвало бурю возмущения среди родителей. Ведь эта школа единственная в Одессе. Люди готовы привезти детей к мэрии. Если 1 декабря мы придем и обнаружим, что зал будет закрыт, ну значит дети будут вынуждены тренироваться на Думской площади, чтобы нас городские власти хоть как-то заметили и обратили на нас внимание. Пока альтернативы гимнастическому залу чиновники не нашли. Рассматривают варианты размещения на базе одесских вузов или общеобразовательных школ. Но там, правда, и помещения небольшие, и специального оборудования нет. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Мариуполе неизвестные разгромили агит палатки оппозиционного блока. Пострадала пожилая женщина-волонтер. Один из нападавших ударил ее ногой в спину. Активисты собирали подписи за пересмотр закона об образовании. Неожиданно подбежали несколько молодых людей в балаклавах. Они сорвали государственные флаги, порезали палатки, сломали столы, стулья и уничтожили подписные листы. По словам очевидцев, действовали они весьма организованно. Сами себя перехитрили. Тысячи людей в Ривненской области могут остаться этой зимой без газа. Они собственными руками вымыли землю под трубопроводом высокого давления, который обеспечивает газом их села. Янтарь или отопление? Что выберут люди? Выясняла Инна Белецкая. Эта поля неподалеку от Клесова неделю назад на работу одновременно вышли сотни старателей. В ту ночь полиция и оперштаб ничего сделать не смогли. И только на следующий день заявили, добыча прекращена. Сейчас эти поля выглядят вот так, десятки траншей и сотни новых ям. Но главная проблема – газовая труба высокого давления. По ней получают газ Клесов и соседнее село Пугач. Часть трубопровода уже над землей. Газовики еще прошлой зимой предупреждали. Массовая добыча вблизи трубопровода рано или поздно обернется катастрофой. Писали письма в сельсоветы, ГУСЧС, СБУ и райотдел полиции. Гереведел выехал, сказав, что не выявили порушений. То есть не видно там никаких порушений, ничего не было. На этом вопрос закрылся. Сейчас на стане у нас акта обстежения, что мы выезжали, смотрели полностью вдоль газопровода, все перемитое. Если будет проседание трубы, и она может лопнуть, это, скажу, приведет к коллапсу. И так, как объяснили, они, которые приезжали, проверяли, что она просто подмита, и она лежит в воздухе. То есть болото, одна сторона, другая сторона – великий пролет. Вот так газовщики объяснили проблему председателю поселкового совета и отправили письмо с предупреждением о прекращении подачи газа. Чтобы провести обследование и понять, в каком состоянии труба. Без отопления окажутся не только частные дома, но и школы, и детские сады. О том, что такое возможно, людям говорили еще прошлой зимой. Но те, кто организовывает добычу, это не остановило. Если подачу газа остановят, возмущаться и протестовать, люди из поселка смогут выйти только к окнам друг друга. Ведь в незаконной добыче заняты большинство местных жителей. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал «Интер», Ревнынская область. Двоих украинцев с кокаином в желудке задержали в Польше. Таким образом, они пытались доставить наркотики из Бразилии. Мужчины прилетели в Варшавский аэропорт 19 октября. Во время обыска таможенники заподозрили, что у них при себе запрещенный груз. Компьютерная томография показала, что в желудке у каждого из них резиновые пакеты с кокаином, общей массой почти 2 килограмма. Цена такой партии на черном рынке более 4 миллионов гривен. Мужчин арестовали. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Секс-скандал в Европарламенте. Более сотни сотрудников пожаловались на домогательство со стороны коллег и руководителей. Тень упала на полтора десятка депутатов. Сегодня в Европарламенте организовали срочные дебаты на эту тему. И все подробности мы узнаем от Елены Абрамович. Насилие в брюссельском пузыре. Такой проект запустила издание «Политика». С помощью онлайн-формы на правах анонимности газете пожаловались 127 женщин и 11 мужчин, которые работают в евроинституциях. Раскрыли даже историю с изнасилованием в стенах Европарламента. В итоге жалобы прозвучали в адрес 15 депутатов. Руководство парламента назвало это шоком. Коллеги, у меня в офисе работают два человека. Я когда-нибудь затягивала их к себе в кабинет и прижимала к шкафу. Я трогала их зад в лифте. Нет, я никогда этого не делала. Но несмотря на это, здесь, в Европарламенте, это случается очень часто. Политический мир создан мужчинами, и для мужчин это давно пора изменить. Некоторые коллеги спрашивают, как понять, что я могу делать, а что нет, когда пересекаю эту черту. Все очень просто. Если у вас есть дочь, спросите у себя, хотели бы вы, чтобы так вели себя с ней. Для евродепутатов выпустили специальную брошюру с инструкцией, как себя вести с подчиненными. Предостерегают, насилие может иметь серьезные последствия для политической карьеры. С другой стороны, скандал и увольнение – это то, что удерживает многих жертв от жалоб. В этом парламенте есть комитет, который рассматривает такие дела. И я член этого комитета. Но жертвы боятся рассказывать в таких случаях. Мы не видим картины целиком. Нам нужно гарантировать этим жертвам, что после расследования они не потеряют работу, а еще действовать быстро и применять санкции против депутатов. Имена парламентариев, на которых пожаловались, нужно обнародовать, настаивают некоторые их коллеги. Впрочем, обычно такие дела не разглашают. Между тем, сотрудницы французского парламента рассказали журналистам, давно известен устный черный список депутатов, склонных к насилию. Признались о наличии проблемы и в Еврокомиссии. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Где построят город будущего, который свяжет четыре континента. Что нашли на затонувшем корабле Васка-де-Гамы и сколько стоит спаситель мира. Об этом не только в нашем обзоре. 264 миллиона детей и подростков по всему миру не ходят в школы. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО. Статистика печальная. Если начальную школу заканчивает 83% детей, то старшую лишь 45. 100 миллионов молодых людей не умеют даже читать. Ответственность за это несут родители, школы, но в первую очередь правительство стран, считают в ООН. Американского президента забросали флажками с российским триколором прямо в здании Конгресса. Когда Дональд Трамп проходил мимо журналистов, мужчина метнул в его сторону пачку флажков с криками «Трамп изменник». Президент не отреагировал на происходящее. Протестующий сразу же был задержан охраной здания. В Саудовской Аравии намерены возвести город будущего – НЕОМ. Инвестиционный хам станет глобальным центром пересечения цивилизаций, заявил наследный принц Мухаммед бен Салман аль Сауд. По задумке создателей, НЕОМ должен экономически связать арабские страны – Африку, Азию, Европу и Америку. Для мегаполиса выбрали место на севере страны. Его площадь составит 26 тысяч квадратных километров. Власти Саудовской Аравии ожидают, что новый проект принесет более 500 миллиардов долларов прибыли. Древнейший навигатор нашли на корабле, затонувшем в Индийском океане. Прибор под названием «Астролябия» похож на бронзовый диск. Раньше моряки использовали его, чтобы измерять высоту Солнца над горизонтом и таким образом определять местоположение корабля. Уникальную находку подводные археологи обнаружили среди обломков судна «Васка-Дагамы». Корабль «Эсмеральда» был частью флотилии португальского мореплавателя и затонул в 1503 году. В Лондоне на аукционе выставили картину «Спаситель мира» – шедевр Леонардо да Винчи, который долгое время считали утерянным. На полотне изображен Иисус. В середине прошлого столетия картину, как копию, купил коллекционер всего за 60 долларов. Сейчас же цена шедевра составляет почти 100 миллионов. Торги на аукционе запланированы на 15 ноября. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok